Здарова и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Сандор Мартин, или Шандор Мартин, как его правильно, победил Майки Гарсию и совершил апсет года, пожалуй. Пожалуй, это апсет года. Майки Гарсия, знаете, что показал? Вот это, в принципе, было заметно, но как-то не думалось, что это именно с Мартином так хорошо проявится. Он, перейдя в этот вес 66, это, конечно, героический поступок для него, потому что с ростом 1,68 м, ему залезать в этот вес, пытаться здесь побить этих кабанов, это, конечно, героический поступок. Мужик, мужик, ничего не скажешь. Но со Спенсом было видно, функционала в этом весе у него нет, абсолютно никакого. С этим, с Джесси Варгасом было видно, функционала больше не стало. Просто тот функционал, что есть, он научился использовать для того, чтобы где-то попасть, где-то как-то попасть. Вот с этим Мартином, да, по сути, все то же самое, только здесь он не попал. Потому что Шандор Мартин, он в отличие от Джесси Варгаса, он умный. Вот в плане того, знаете, не то, что он какой-то гений бокса, нет. Просто вот он очень редко, практически никогда не лезет на удар. Ему вот пощупать, подергать, как-то покасаться, вытягивать на себя, когда соперник вне зоны досягаемости своих ударов. И когда вот он уже пробил что-то, не попал, на контратаке как-то поработать. То есть атаковать первым номером и стать мишенью для встречного удара он практически не является. Очень редко. Он как бы и не спойлер, но такой второй номер, умный второй номер, который не подставляется. Он понимает прекрасно, что он не на каутер и не старается как бы никого там забить. Всегда старается как-то вот больше коснуться. И здесь Майки Гарсио, в отличие от боя с Варгасом, он просто попал меньше. Попал меньше, нокдаун не сделал, и отдавать ему не за что. Ему с Варгасом-то там было не за что отдавать, там его этот нокдаун спас. Поэтому, а с этим Мартином, видите, он так не попал просто. А функционала работать первым номером и забрать бой за счет активности, за счет темпа, у него нет еще со времен боя со Спенсом. Просто нет. На самом деле и с Истером не было. С Истером он отработал пять раундов и как бы кончился, и работал в стоячей манере. Ни Истер не отходил, не подходил, ни Гарсио не отходил, не подходил. Работали в стоячей манере. Но, вот в чем дело. С Истером-то там понятно. Трудно было ему сделать вес, он очень плохо выглядел на весах, видимо плохо согнал вес. Надо было переходить в 63, и там может он бы нормально, ну что-то с функционалом бы нормальное было. Но он полез сразу в 66, в общем подозревался он над своим организмом. И теперь у него просто нет функционалки в Майке Гарсио. И только поэтому он бой прорвал. Он лучше как боксер. Там видно было, что Майке Гарсио он лучше как боксер, чем этот Мартин. Просто такое маленькое количество работы, ну победу не принесет никому. Его бы с таким темпом мог бы победить любой боец, который бы от него те удары, что все-таки вылетали, не пропустил бы жестко. Его бы так и по Кияо выиграл свои 40 с хером лет. Спокойно. Так что, ну что сказать по Майке Гарсио? Ну все, будущего никакого нет. В принципе надежд никаких не было, потому что возвращаться в 63 для него без шансов. Там слишком страшные люди сейчас идут к поясам. И в принципе там Тейлор непобедимый чемпион. В 66 тут еще сложнее. Тут вообще монстры-убийцы по сравнению с Майке Гарсио. В 61 ему уже не сделать вес. То есть ему надо сейчас, я считаю, завершать карьеру. Просто это, ну это глупо будет продолжать. Если его побил Шандор Мартин, человек, которого у никакого будущего нет. Такой бегучий, понимаете, отклоняющийся постоянно назад, работающий чисто на касание, левша. Его спокойно можно побить, если просто работать. Вот Станиониса с ним поставьте, будет нокаут. То есть его побить побьют. Но Майке Гарсио, если этого не смог сделать. То есть, ну, кого он тогда побьет? Давайте рассуждать. Кого? Реванш с Варгасом, я думаю, Варгас выиграет. То есть нет функционалки у Майки Гарсио. Самое главное в боксе функционалка. Ни скорость, ни удар, ни держалка, ни ноги, ни руки, ничего. Функционалка. В машине главное бензин. Запомните на всю жизнь пословицу. Вот от завтрашнего бокса. В машине главное бензин, все остальное железяки. Вот. И вот у Майки Гарсио как бы железяки есть. Но реализовать эти железяки он как бы не может. У него хороший правый прямой, хороший джеб. В принципе, неплохая работа с оттяжкой. Может поработать по корпусу, если подойдет. Но это же надо подойти. Это функциональная работа, движение вперед, особенно с ударами. Блока как такового у Майки Гарсио нет. Ну, держалка есть, да. Видите, поэтому он, в принципе, пропуская удары не падает. Ну, Мартин он и не на култер. Поэтому проиграл. Я думал, знаете, все-таки ему помогут судьи. Вот даже после этого боя, я думал, помогут ему судьи. Учитывая, что он концовки отдал там, ну, позорище. Я думал, сейчас сделают заслуживание года и отдадут все-таки Майки Гарсио. Но не сделали. Если бы Майки Гарсио, вот как... Это, знаете, как усик Джошуа. Если бы Джошуа просто больше поработал в воздух, не в воздух, в блок, не в блок. Просто процентов на 15 больше бы сделал, чем он сделал. Он бы дал повод судьям ничью нарисовать. И Гарсио надо было просто последние раунды хоть что-то. На морально-волевых, на умирании, на чем угодно. Ну, хоть что-то дать судьям какой-то повод. Он просто не дал никакого повода ему нарисовать победу. Только поэтому и проиграл. Он мог выиграть этот бой, даже вот в этой форме. Я не знаю. Ну, когда человек кончается функционально и кончается морально, дальше бессмысленно. Какой бы ни был там техничный, нетехничный, бьющий, не бьющий, большой, маленький. Это все уже не важно. Поэтому, ну, все, Майки Гарсио можно забыть. Его, в принципе, так уже никто не помнил после поражения с Пенсом. Он был никому не интересен. А теперь уже полностью все. Здесь у нас прогноз не зашел. Ну, оно, знаете, оно как бы... Ну, здесь ни с одной, ни с другой стороны боксера будущего не было. Поэтому тут не совсем наша специализация, грубо говоря. Дерутся два боксера вот вчерашней манеры. Гарсио это такой стоячий, поддавливающий на каутер. Не в своем весе. А это чисто любитель бегунок. Поэтому тут два бойца, которых и одного, и второго бы выбили, как ни крути. Понимаете? Поэтому, ну, тут бывает такое. Всегда, когда берешь бойцов, которые вот оба без будущего, оба вот никто и никогда никем не станут, по сути своей. Именно как бойцы. Не как там медийные личности, а как бойцы. То тут, на самом деле, всегда сложно как-то оказаться правым. И бывают такие вот абсеты. Кубиня Сталин. Кубиня Сталин. Продолжение следует...